Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января. У меня сегодня день дегустации. Я уже показывала томаты запеченные. Рассказывала, какие сорта можно подобрать для запекания, для вяления томатов. И сейчас я хочу поговорить о выбор сортов для длительного, для зимнего хранения. У меня некоторые томаты дохранились именно до 13 января. Вчера я показывала, рассказала, что рекордсмен хранения оранжевые сливки. Осенью, когда я укладывала на хранение, я рассказывала, какие сорта я буду укладывать. Но сейчас я хочу рассказать о пассивной 2019. Помочь тем людям, которые хотят в свой список томатов для посева добавить сорта для длительного, для зимнего хранения. И хочу рассказать не только о тех сортах, которые есть у меня, вот в моем каталоге, а вообще о принципе подбора для зимнего хранения сортов, чтобы вы, проживая в любом регионе, даже за границей, могли выбрать для себя подходящий сорт. Потому что ведь не только те сорта хранятся, которые у меня. Самый главный принцип подбора сортов для зимнего хранения, вы должны подбирать сорта не крупноплодные, не салатовые, а склоняться ближе к тем, которые идут для цельноплодного консервирования. То есть те сорта, которые мы выбираем консервные, они идеально идут и для зимнего хранения. Вот как вы видите, из последних, которые сохранились, вот они они, всякие бананчики, сливовидные вот такие, пальчики, грушевидные. Вот именно, вот у меня тут остался казанова, который еще возможно поспеет. Вот именно такие некрупные сорта вы должны выбирать. И еще, самое главное, у них должно быть такое качество. Хорошо, если в описании к сорту написано, что томаты лёжкие, долго не теряют вкусовых качеств при хранении в свежем виде, хорошо дозариваются и хорошо транспортируются. Если вот эти описания в сорте есть, то это однозначно идеальный сорт для зимнего хранения. Вот, к сожалению, наши производители очень редко указывают. Они указывают всё, высоту куста, вес плода. Но вот качество при длительном хранении указывается редко. Я вот отобрала много-много-много сортов, на которых можно остановить свой выбор. И сейчас расскажу, какой принцип самый главный. Вот я сказала, если там указано вот это. Но еще лучше будет, если там указано... Сейчас... Вот есть, прям, смотрите, вот сибирский гроздевой. Я ни разу не выращивала, но я уже уверена, что он подойдет для зимнего хранения, потому что здесь написано. Благодаря высокому содержанию сухих веществ, нарезанные аккуратными кольцами плоды, прекрасно вялятся и сушатся для создания зимних кулинарных шедевров. Собранный урожай хорошо хранится, дозаривается, прекрасно переносит транспортировку. Вот сразу по описанию видно, что этот сорт идеально подойдет для зимнего хранения. То есть, если в описании вы увидели, что, как же еще раз, высокое содержание сухих веществ, то есть он не сочный, он не будет течь, он не будет у вас портиться, а не вот плотная мякоть, сухая такая, они долго хранятся. Ну вот добарал золотой, это идеальный сорт для хранения. Написано, высокое содержание сухого вещества. Вот как раз та характеристика, которая нужна обязательно при выборе томатов для посева, для последующего длительного хранения. Имеет все необходимые качества для непревзойденной консервации и засола. Можно использовать в свежем виде, хорош для вяления. Если томат хорош для вяления, значит и хранится он будет долго. Дальше. Сибирский сувенир. Консервный. Если консервный, и вы видите, все сорта, которые я отобрала, они все или перцевидные, или грушевидные. Вот эти новые, которые я даже не выращивала, но я уже больше, чем уверена, что они подойдут. Вот. Трюфель черный. Благодаря уплотненной мякоти и плотной кожуре томаты хороши в консервации. Это же самая плотная мякоть и плотная кожура помогает томатам сохраниться длительный-длительный период. Все. Больше я описаний сортов не буду говорить. Я просто все покажу, которые я отобрала, на которых вы можете остановить свой выбор. Но самый главный принцип, не обязательно не запоминайте название. Просто можете по этим характеристикам сортовым прийти в любой магазин, прочитать, если там написано, что он хорош для консервации, у него плотная мякоть, у него высокое содержание сухих веществ, значит, эти томаты у вас продлежат всю зиму, до января. А вот одна зрительница написала, у нее до 8 марта продлежали. Главное, чтобы они были не салатовые. Вот, пожалуйста. Домашний разносол для целенаплодного консервирования хорошо транспортируется. Вот. Труфель желтый. Для целенаплодного консервирования, значит, он пойдет. Потом розовая ляна, мелкий, с плотной шкурочкой. Вот золотая гроздь. Все вот эти маленькие малыши, они все тоже долго хранятся, потому что у них там не очень много жидкости. Сосулька красная, русские колокола, ультраскороспилы, он тоже мелкий, который, колокольчик, клубничное дерево, которые, вот смотрите, у него указано 200-250 граммов. Большие берем на салат, первые кисти, последний урожай, которые 100 граммовочки, 70 граммовочки, они идут. Вот, мамин сибиряк, прекрасный сорт, супермодель, написано, особенно для целенаплодного консервирования, значит, у него плотная шкурка, значит, он хорошо будет храниться. Кемеровец, сибирский скороспелый, земляк. Основное назначение сорта целенаплодное консервирование, значит, храниться будет долго. Барнаульский консервный тоже будет храниться. Сибирская тройка будет храниться, но брать надо небольшие томаты, а те, которые последние, вот такие, которые на кустах зеленые, сорвете и положите на хранение. Снежная сказка, маленькая такая помидорка, она самая большая, 100-120 граммов, значит, последний урожай можно на хранение. Метелица, которая не крупная, последние кисти, тоже можно на хранение. Загадка. Написано, для консервирования, значит, храниться хорошо. Ни забот, ни хлопот. Вкусовые качества в консервированном виде отличные, значит, тоже московский скоростелый. Санька. Самые крупные съесть, мелкие можно похранить. Используют в домашнем консервировании более мелких плодов, а вкусные, крупные, в свежем виде. Вот так мы разделяем все томаты, которые среднеплодные и мелкоплодные, можно, которые на нижних костях покрупнее плоды, скушать на верхних положенных хранениях. А те, которые изначально мелкоплодные, которые у нас грушевидные, трюфели, сосульки, они все, которые идут для засолки, все идут и для хранения. До свидания. Вот это очень важная тема, которая интересует всех, потому что в Сибири, вот у нас в Сибирском регионе, еще лет 10-20 назад никто даже не думал укладывать томаты до января, до декабря. Очень мало кто хранил, но сейчас, вы видите, интернет помогает нам вот эту информацию изучать, мы друг другом делимся, опытом. Один положил опыт удачно, другой положил, другой все это. И оказывается, что томаты в Сибирском регионе можно не только вырастить и кушать летом, можно еще всю зиму. Я вот вам показывала, всю зиму я спускаюсь в подвал, поднимаю свежий урожай, и у меня свежие томаты вот до сегодняшнего дня, до января на столе были ежедневно. Границы наши расширяются, огородников. Пробуйте хранить, не только солить и консервировать, все. Желаю вам всем изучать новую информацию, делиться своим опытом, если он богатый. Вот нынче я первый раз делала томаты вяленые и запеченные, это очень вкусно. И еще свежие до января будут.